Привет, друзья мои! Ну вот, как я вам и обещала, всего лишь не прошло, наверное, двух недель. И с моей второй попытки я нашла всё-таки для вас вот этот Санкт-Кетеринс Лайтхаус. Это по-английски название, а по-нашему будет это маяк Святой Екатерины Александрийской. Вот он был построен в 1837-1838 годах. Здесь, на нашем острове Айла-Уайт, это считается самый южный мыс нашего острова. Вот пролив Ла-Манш, туда дальше. Значит, вот он, говорят мне, сейчас я шла с туристами, здесь много очень туристов, он был закрыт одно время. Сейчас, говорят, он снова открыт. Сейчас я спущусь туда, я просто вам вот только подхожу сама, показываю вам этот вид великолепнейший на этот маяк Святой Екатерины. И сейчас мы спустимся, посмотрим, я вам побольше расскажу историю о нём. Здесь очень много чего можно рассказать. Ну вот, подходим немного поближе. Я вам хочу показать ещё вот эту прелесть. Вот эти старинные ворота. Вход. Санкт-Кэтеринс Лайтхаус. Маяк Святой Екатерины. Сейчас пройдём дальше. Вот одно время, да, как я уже сказала, он был закрыт для посещений. Сейчас, говорят, можно подняться туда наверх, посмотреть. Вот, значит, высота этого Санкт-Кэтеринс Лайтхаус была изначально 40 метров построена. Но потом оказалось, что это слишком высоко, и верхнего самого главного огня на этом маяке не было видно из-за тумана постоянного. Поэтому его снизили на 13 метров, и сейчас его высота 27 метров. Вот она вам, пожалуйста, моя любимая Блэкберри. Я говорю Блэкберри, меня исправили, сказали, что Блэкберри это голубика или черника. Ну, не знаю, это ежевику почему-то здесь тоже называют Блэкберри. От того, что Берри это ягоды, а Блэк это черный. Ну, вот как-то называют Блэкберри, может быть, я ошибаюсь. Она сейчас как раз начинает спеть. Посмотрите, какие гроздья. Сколько её здесь много. И здесь, конечно, несмотря на её жуткие колючки, так как здесь она, видите, как изгородь просто. Поэтому вот здесь, может быть, даже можно и собрать. Посмотрите, как её много черной. Никто её не собирает никогда здесь. Потому что англичане, они обычно ничего не собирают. Ни ягоды, ни грибы, ни шиповник дикий. А его здесь тоже много вот начнём собирать. Поэтому очень легко всё это собирать. Никто, кроме нас, не рвёт. Кроме нас, русских. Ну, я отвлеклась на ягоду. А это то, что я продолжаю идти. Вот впереди у нас Сан-Кэтрин. Маяк Святой Екатерины. Идём дальше. Ну, вот такой маяк. Во всей красе, друзья. Уже я вам его показываю. Совсем близко. Видите, там наверху, если вам видно, вот крутится вот это лайт. Сейчас всё это уже электризовано, автоматизировано. Никто там уже не ползает наверх каждый день. Как раньше, смотрители маяка поднимались и зажигали там огонь. Когда начинались сумерки, чтобы корабли не попадали на мель. Сейчас это всё, как вы понимаете, автоматически делается. Но вот, тем не менее, вот остались вот этот вот вид на пролив. Ла-Манш или Инглиш Ченнел. Вот. Вот здесь вот. Ещё панорамку вам покажу. Здесь вот, видите, вот этот вот дом, принадлежащий тоже смотрителям маяка сейчас. А раньше он, ну это тоже, как я вам сказала, в 1837 году он был построен. Ну и как бы считается новодел по английским меркам. Поэтому и смотрится так великолепно. Вот я попыталась пройти туда, подняться наверх, но, к сожалению, что-то всё закрыто. Наверное, всё-таки мне были правы те, кто сказали, что здесь сейчас почему-то не пускают наверх туристов посмотреть. Вот, видите, он огорожен вот такой вот старинной каменной стеной со всех сторон. Подойти не удаётся. Вот, возможно, похожу вокруг, посмотрю вход. Я там никогда тоже не была ни разу, хотя была здесь несколько раз с мужем. Мы смотрели вот отсюда грандиозный вид, как вы видите. И когда была у нас регата, то здесь вот проплывали как раз все эти парусники, все эти кораблики с парусами, красивые яхты. И вид, конечно, был сверху отсюда грандиозный. Этот маяк построен взамен того, который поломался, очень старого маяка средневекового, который был построен в 1337 году, по-моему, если мне память не изменяет. Но вот, который потом, как говорят, разрубил... Вы знаете, вот тут такая интересная вещь, которая меня немножко запутала. Сейчас я вам поясню. Я для того, чтобы уже как бы вам точно всё это рассказать, потому что не у всех здесь можно спросить. Я подумала, что если я приеду показывать вам этот маяк, то мне как бы нужно вам что-то об этом рассказать, решила подготовиться. Я, конечно, открыла свою любимую Википедию в онлайн, в интернете. И вот, что могу сказать по поводу Википедии. Кстати, вы знаете, это же тоже очень интересная история. Это вот я повернулась с другой стороны. Вам показываю шикарный вид тоже на пролив Ла-Манш. Это уже туда в сторону Райда, в сторону пролива Соланд. Вот, это конечный, как я вам уже сказала, мыс нашего острова, самый южный. Это, значит, вот деревня Нитон называется, на которой вот этот вот стоит. Её там немножко видно, если вам видно, вот крыши там островерхие такие. Вот, если продолжать вам говорить об Википедии, что я хотела тут сказать. Значит, когда я стала читать Википедию, там они меня немножко запутали, потому что они говорят, что этот новый Санкт-Катерин Лайтхаус, который вот сейчас мы с вами имеем удовольствие созерцать, вот этот, значит, что он был построен на месте разрушенного, Пепа-Порт, так называемый. Пепа-Порт, это перечница, если переводить с английского, то это вот, это было название старой-старой средневековой, вот этой вот Лайтхаус, этого маяка, который якобы был построен, был вот здесь изначально, а потом он в 1547 или 1446 году в каком-то, значит, вот поломался, и, значит, вот на его месте был построен вот этот вот маяк Святой Екатеревой Ветер. Вы только полюбуйтесь, здесь еще вот такая малюсенькая смотровая площадочка построена, правда, не знаю, что тут она, всего на 2 метра выше земли, и все равно отсюда вид на этот маяк, он закрыт зданием, вид не очень хороший, но, тем не менее, вот видите, построили, вот они в этом плане, конечно, такие молодцы. Ну и потом, наверное, это для того, чтобы обойти вот этот вот, этот Блэк Берри. Посмотрим, сейчас пройду туда, посмотрю, может там ход есть. Так, вот я обхожу его вокруг, can I come? Что-то они на меня так, эти охранники опять смотрят, посмотрите, как будто я что-то нарушаю тут, не знаю, хотя написано open, today, please. Ой, опять задохнулась. Так вот, что по поводу Википедии хотела сказать, ветер не дал. Значит, вот Википедия меня немножко смутила, потому что этот новый, вот этот вот маяк, он был построен не на месте старого Пепа-Порт, который у нас сохранился, он не разрушен, он сохранился, он на самом-самом высоком холме, недалеко отсюда, где-то, наверное, метра, милях в трех, туда вглубь острова. Я вам его также покажу, там надо будет на холм взбираться, потому что он на самом холме. Он уже не действующий, но он все еще стоит, и он не развалился. Пепа-Порт называется, перечница, потому что он похож на вот эту вот перечницу настольную. Он такой из коричневой, ой, из серых камней, как я сказала, 1323 года постройки. Ветер опять. Ну, так вот, заканчиваю. Сейчас я подошла сюда, хотела подняться наверх, тут смотритель этого музея, старенький дед, он, во-первых, не слышит, во-вторых, он начал путаться в показаниях, когда я спросила, в каком году, что и как, он что-то мне не смог ответить. Ну, и потом, как вы понимаете, опять надо денежку платить. И потом там подниматься надо высоко. Чего-то я не хочу. Расскажу вам сама. Всю красоту мы с вами уже увидели. Ну, и, как вы понимаете, его объяснение на английском языке вряд ли вы поймете. А там, получается, и я не очень хорошо понимала, потому что он разговаривает. Или у него половина зубов нет, или уж он такой истый англичанин. Но он разговаривает, как будто у него горячая картофель на во рту. И понять его невозможно. Так вот, что по поводу Википедии я хочу сказать. Википедия – это энциклопедия онлайн. Это самая большая энциклопедия, которая существует на настоящий момент. Там больше 44 миллионов всяких брошюр, статей, разъяснений. Как я нашла, значит, вот расшифровку, что такое Википедия, это значит значение. Не знаю, может быть не так. Говорят, что энциклопедия, Википедия, энциклопедия. Ну, вот как-то так. И это единственная открытая энциклопедия для всех. Вот когда ее, значит, в гугле организаторы решили, значит, сделать, организовать, я, кстати, не нашла, когда она была основана. Вот посмотрела эту Википедию, не нашла никаких по этому поводу у них дат года основания вот этой Википедии. За сколько лет они 44 миллиона смогли там, значит, вот всяких разъяснений организовать. Так вот, это открытая энциклопедия, единственная в мире, опять же, в которую может любой зайти, любой посетитель онлайн. Вы можете зайти и можете написать, если у вас, значит, есть какие-то там разъяснения или уточнения, или, может быть, вы что-то хотите, какое-то новшество еще, что-то новое рассказать людям. Вы можете зайти, зарегистрироваться и все это написать. Любой человек, представляете, да? И вот, когда они это организовывали, то у них было большое сомнение, что будет очень много всякого спама, что люди будут заходить, писать всякую ерунду. Но, вы знаете, не знаю, может быть, из-за того, что у них модератор там работает очень скрупулезно, что ничего подобного не произошло. Или люди у нас все-таки, наверное, лучше, чем о них пытаются думать организаторы. Но вот в Википедии она вот существует вот такая вот открытая, и никакого спама, никаких там, знаете, каких-то дурных статей, ничего там подобного такого не происходит. Это то, что я хотела вам рассказать о Википедии, если кто не знал. Ну, а если продолжать вот вам по поводу вот этого маяка, рассказывая, значит, я для себя выяснила, вот почему он огорожен вот этой вот очень старой стеной. Вы видите, впереди ее, и вот вы видите, которую я вам показала, когда мы заходили, вот эти вот ворота, тоже очень-очень старые. То есть это вот как раз средневекового века остались вот эти вот только лишь руины вот этой стены. Там дальше была оратория, опять же, святой Екатерины Александрийской оратория, дом-хаус, ораторий-хаус. Вот, значит, он был разрушен, и вот на его месте построен вот этот вот новый маяк в 1837 году, который мы с вами можем видеть. А вот Теппо-порт, он расположен в другом месте, и он сохранился. Я обязательно вас туда свожу и расскажу вам много там еще историй древней, потому что это самое-самое старое оставшееся сооружение, оставшийся маяк, не только в Европе, не только в Англии, но и в Европе. Самый-самый старый. Он опять находится у нас на острове Оиловуат. Представляете, в каких живем мы великолепных местах. То есть вот место Оиловуат, full of the history, как я уже говорила, полно истории. И, наверное, не только наш остров Оиловуат, а вся Англия. Вот такие вот средневековые постройки можем созерцать все еще до сих пор. Ну вот, друзья, как вы понимаете, это все, что я вам хотела сегодня рассказать и показать по поводу вот этого вот маяка Святой Екатерины, действующего на сегодняшний момент, который очень красив, как вы видите, который вы тоже можете найти, если желаете, если смотрите остров Оиловуат, можете найти много открыток с этим видом. Нитон, Святой Екатерин, маяк Святой Екатерины, он очень часто вам будет встречаться. А я, друзья, на этом свое видео заканчиваю. Надеюсь, что вы поняли немного. Обязательно вам покажу Пеппо-Поот, который на вершине холма, не знаю, сегодня смогу ли, нет, потому что сейчас жара, 27 градусов. Я вот здесь вот по вот этой дороге поднялась с трудом в такую жару. Мне тяжеленько что-то как-то с непривычки гулять по жаре. Поэтому смогу сегодня, сделаю сегодня, нет, значит, в другой раз вам много чего расскажу по поводу старого, самого старого маяка в Европе Пеппо-Поот. А на этом, друзья, всего доброго. Не забывайте смотреть мои видео, смотреть рекламу перед моими видео. Всего вам доброго. Пока-пока. Пока. Пока.